так ребят всем привет короче ждем кунг-фу капа у ночь скоро начнется я щас одновременно чайник поставил так сейчас я должен проверить как работает твич как все везде работает в общем то сейчас очень очень скоро стрим начнется как раз наверно когда за минуту до отчета готовности короче сейчас я во первых текст уберу так ну и ждет нас группа c сегодня очень очень интересная группа почему-то такой состав прямо интригующие вам сказал сам масса и основу не по основу очень крутой зерк китайский циан очень неплохой китайский проц масса тиран канадский тоже очень и очень неплох вот и нет триумфатор как вы помните к спака по короче ждем мы начала потом вечером сгл будет еще у нас ребят я вот в общем то на канале уже здесь присутствую и жду вместе с то с вами старта игры единственное что вот надо логотипчик сюда напилить бы так хочу стрим пошел не должен был сейчас начаться все вошел стрима отлично здорово иллю здорово а так короче стрим начался вы скоро меня услышите задержка две минуты помните об этом все отлично твич тоже вижу запускается понемножку вот запиливаю на team liquid стрим и жду вместе с вами старта в общем то короче сейчас я пойду чай залью быстренько чтобы не скучно начинать было и вам вернусь а пока пока игроки подчеркают видимо карты точнее даже их еще пока не вижу сейчас я приду ребят attach в подчеркивание в или активировал премию на ваш канал а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, погодите-ка... А, и всё, и... Да-да-да-да-да... Показалось мне, что не пришло... Всё-всё пришло, короче, всё нормально... Продолжение следует... Так, пошёл инвайт, чё-то резвую подчеркали, пацаны, ребят... Ну, чё я плюху-то, а съем одну... Купил тут в магазе, так уху чаю... Вот, а то сегодня только кашки поел, 4 злака... Побомбил на врусих, блин! На велике прокатился... Главное, чтобы завтра всё не болело, завтра на турник хочу сходить... Опять же... Вот, и чё ты как-то у меня с горлом что-то не то, не знаю... То ли не поправляюсь, то ли комментирую слишком много, не знаю... Буду надеяться, что её нормально будет со здоровьем... Хочу клору сгонять я в ближайшее время... Короче, ждём начала, братва! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, всё, я здесь... Готов ломать кабину, Илюх... Ну да, три дня потренился, короче, на брусьях два раза... Один раз на турнике, я такой вышел... Чисто пошёл, короче... Всех поломал по дороге... Встретил Бобик Ментовский, Бобик перевернул, короче... Всех уничтожил там... Пошёл на базу ОМОНов, всех расхлестал... Потренился... Ну и в часть, короче, спецназу туда... В промежице... Пошёл биться... Ну, какие три дня, надо форм набирать... Вообще мёртвый, вообще просто... На брюхо скидывать, короче... Вот что надо... Вот... Такие дела... Здорово, Маньяк, здорово, Эмпактро... Да, интересная новость... На главный фолт объявил... О завершении карьеры... Но... Судя по тому, как он вчера Бичёва играл... Кстати, кто не видел... Смотрите, запись выложена уже вроде как кумпукапом... Вот... Он, походу, сейчас и не тренится... А я всё думал, как же он поедет на Близкон... А написано, что от Близкона то он отказывается от выступления... Потому что его в армию в корейскую забирают... Так мне вот интересно... Кто же там заменит этот фолт... Кто там у нас был... Рядом стоп-8... Я надеюсь, не другой кореец... Похоже, что другой какой-то кореец... Короче, всех приветствую, ребят... Смотрим мы... САА напротив... Масса... У Массы, кстати, смотрите... Какой никнейм... Он же кореец, по-моему... Канадский, Масса... Пошла Факта... Сныкал КСМ-ку и Факту закал скрытно... Ещё хитрец... Просто хитрец... Ну, это какой-то агрессия будет, судя по всему... Однобазовая... У меня такое ощущение... Вот... Марик-реактор... Да... Это, скорее всего, Марик и танк... Туда будет выход, как бы... К родцу... Так, сейчас проверю, что там со счётчиком... Так... Счётчик работает... Всё отлично... О, соженька мой suffers... Ну, Federation... Эйзи, готов! Резitar. Пристройка, зарешена... Какой лист? Само! Так, ну ладно, хорош юморить, хорош юморить. Привет, рестар. Ну что, здесь у нас... Так, меня внесли в список стримеров кунг-фу-капа. Ну, видимо, да, кто-то там из организаторов сделал. Видимо, кто-то из организаторов сделал. Почему бы и нет, это очень хорошо. Пусть лишняя ссылка будет, откуда люди будут видеть, да, что я стримлю. Пти-дрога поедет, вместо пол-то. Я знал, я знал, ну пусть тренится пёс, ё-моё, французско-арабский, блядь. Или кто там у нас в дрога, но он явно такой французский, как бы, не коренной, как бы, да. Ну, какая разница, какой, пусть тренится, главное. Дают шанс пти-дрога, пол-тошник в армию уходит. Иди, говорит, салага, подмени меня на Блесконе и не подведи. Здорово, телевизор. Лина Камару снимаются в сериале. А в каком сериале? Как корейские школьники друг у друга на руках сидят, мальчики, что ли? Ой, ладно. Так, прилетела Аминка, дропнулся здесь общая масса, ничего абсолютно не сделал, два Гелиона потерял, всё. Погодите, а где второй Медивак вообще? Первый, вот он. А, Гелионы на Муви заезжали, я понял, Гелионы так отдали. Здесь Медивак висит, его сталкеры выжидают. Никуда отсюда он уже не денется, скорее всего, истокая Либератор отвлекёт сейчас каким-то образом. Залетает Либератор. Ну, Циан очень внимателен, ребята, обратите внимание. Он через пробку, видимо, пролетел. Сейчас у нас тиран, поэтому так и получилось. Вис, прилетает Медивак, один увертяж выставит. Что ж ты встал-то, улетай вон отсюда, куда ты дропаешься, что ты творишь? Да. Здесь, блин, здесь не блин-контроль, здесь контроль на призму идёт. Но бункер, марики плюс танк тут не даёт ничего сделать. Три КСМ-ки разменивать на сталкера исток ХП, я думаю, даже это не очень выгодный размен. Так, здесь Либератор уничтожен. Какой-то-то слоу-почет, конечно, Сан. Здесь Мазеркур опять уже по факту оверчарж выставлять, не надо так. 48. Ну, посмотрите, 20 лимитов плюс, и 10 боевого, 10 рабочих. То есть это хорошее преимущество укропа, тем более здесь даже о третьей ССС-шечке не идёт речь. Вот только сейчас она заказана, а там уже треть снега сейчас начнёт дыбаться. При этом всё, мой призмой, он летает сталкерами, здесь харасит по чуть-чуть. Так, Бэтблэйд. Сегодня игр, ну как, всё, что будет написано в анонсе, собственно, это... Сейчас у нас Кунг-фу Кап. Пять игр. Вот, ну, возможно, я чуть пораньше Кунг-фу закончу, пойду на Лайфинг, на СГЛ, точнее, подстримлю Блая. Немножечко. Вот. Ну, 16.00 на СГЛ, где Блая будет играть. На правом первом там стоит, не знаю, как у нас тут будет атаковаться расписание Кунг-фу с тем турниром. Так, уже 30 лимита, уже разница делается в Линк. Делается фаржа, добавляются адептики. Грейдов нет уникальных, только сейчас Блинк, Глепов пока тоже не будет. Гейпи-профт добавляет, здесь у нас летает призму. Блин, построили туретку уже, что-то масса тупит, конечно. Туретки не строят, Сашечка, третий добавляется, но ещё не всё потеряно далеко здесь. Блинк, Жантот, всё хорошо. Ну и возможно, возможно, вечером в 20.00 я постримлю гол по СК, который за очки будет. Да, там, но там КЗ-фу будут играть, вот, что-то таково. СС-шечка перелетает. Я понял, кстати, телевизор. Ну, а что им делать-то там ещё? Пусть снимаются. Полетели мульчики. Одна КСМ-ка, вообще-то, всё, газ добывает. Вот эта здесь масса невнимателена. Хотя на третий газ сразу запиливает. Кривейший подлинк сейчас идёт. И посмотрите. Ну, во-первых, у Тирана больше боевого, у Протса меньше, как бы, да. Ух-тарик, сейчас один кривой подлинк, и всё, лимит-то уже равный, фактически. Экономика практически равна. То есть, вот называется, как Протса умеет отдать лимит на ровном месте. Так, гейтов у нас сколько? Гейтов 8 штук. Форжа вторая добавляется. Это хорошо. Плюс один есть. Нужно, да, двух Форжей уже грейды делать. Четыре Иммортала тоже неплохо, в принципе. Колоссы с рейнджом. Четвёртый Нексус. В принципе, у Протса всё до сих пор нормально. Но если Тиран сейчас будет прессовать, вот, на средней стадии, Протсу будет тяжко очень разбиваться. Ему обязательно нужно, чтобы колоссы были. Так, прикрою окно, сегодня что-то чехол. Прям реально. С утра вышел и... Вообще, воздуху было. Поехал анализы машины забирать в лабораторию. Не делали. На велике прогрелся. Ну и на грузе пошёл уже. Хорошо, что на велике вот прогрелся. Потому что иначе тяжко бы было. Боялся, что остыну, правда. Раньше времени. Так что осенью, зимой, конечно, поаккуратнее надо с пизукой на улице. Да, стрим задержкой две минуты. Привет, Алексей. Не знаю, за кого я больше проиграл. Ты попроще вопрос задал бы. ВВП тоже много проигрывал. Так, здесь идёт движуха. 178-159. Либератопов прилетает сейчас. На муве. Не сливается. Пока разложен. Под блинкистый поближе. Адепт прям под танки телепортируется. Просто склам разносит. Тирана. Четыре иммортала сзади. Он просто его как катком просто сейчас раскатал. Идёт всё вперёд. Ещё косяков-то сколько. И Циан идёт добивать уже. Да, судя по всему. Причём лимит больше, между прочим. АПМ, точнее, больше у Тирана, между прочим, чем у Кротсу. Так, здесь Либератопов добивает. Я не понял, они стреляли куда-нибудь или нет. По иммортам, судя по всему, стреляли. ГГ пишет. Масса. Циан просто изи его раскатал. Ну, ПВП с Нибом играть после Каспакапа. Матч Венеров. Но Нибу ещё и Асона нужно одолеть, чтобы играть там. С Асона очень хороший зерк. Абонт. 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 Матч Венеров. Продолжение следует... 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 Ну всё, ксмчик минус, зашёл в масса, проверил, что происходит, зачем он 4 маряка сейчас отдаёт для меня, это же загадка. А это отдача 4 маряков. Хотя две пробки подврил, и одного сталкера чуть не подврил, ну чуть, конечно, не считает. Маляки не окупились, то есть ксм-ка маленькие слиты были, зачем это было делать? Не знаю, ну так немножечко, в общем-то, поднапряг прутся. В итоге парабам, тиран булькаешь не в плюсе, но фактически так. Привет, кашопер. Я понял, ну я вижу, что нету, просто он вроде как обстримил предыдущие дни, до этого-то он болел, я так понял. он писал. Я подумал, а сейчас ты ещё опять заболел, что ли? Спасибо за информацию. Будем надеяться, вернётся, чтобы со скампом проблема неприятна очень, особенно твоя деятельность такая. Вот такая вот. Так, опс, залетает. Скан будет. Можно сканить. Сканит масса, аптерю разбивает. С трёх ццшечек, да даже с двух как бы сканят крутые тираны, с трёх это обязательно нужно делать. Тем более, что просто, посмотрите, он летел трёх ццшек, он теперь не знает, что здесь за билт у тирана, он не знает силу его экономики. А экономика у него замечательная. Здесь опять идёт под пуш сталкерами, кстати, бункера у масса нет. Ой-ой-ой, он может сейчас просто погибнуть, ребят. Девять сталкеров на одиннадцать мариков. Причём сейчас ещё до варк может быть сталкеров. Вот один пошёл. А как масса отбиваться-то собирается? Два ноль, что ли? Вот тебе и хорошо всё у массы. Приходит просто цан. Один сталкеров. Двенадцать сталкеров на двенадцать мариков. Пишем ГГ, выходим это называется, по-моему, нет? Даётся мне, что тиран здесь невозможно отбиться при таком растворе. Тем более, с призмой есть контроль здесь. Ну, фактически с блинком пришёл просто. Кстати, цан контроллер-то, я бы сказал, что очень и очень хорошо смотреть приятно. Ни одного сталкера пока не отдал, как вы видите. Нужно обходить сверху, конечно. Да куда ты вот на халде здесь встань? Цан так и делает. Только надо встать так что-то цельщик бомбить. Ну, газ всё-таки кто-то заберёт. Да бошечки заберёт. Всё здесь заберёт он. Довар пары СН-3 из ЛК идёт. Будет сейчас бункер вскрывать, походу, сам. Да, пошло два филда. Бункер здесь, в общем-то, не вычинить никак. Так, пробивает лоб 56-80 по лимитам. В пользу просто призму отдавать не надо. Здесь надо точку ставить в этой игре, на самом деле, уже. СС-шку убивай, ё-моё. Какие-то депошки убивают. Здесь столько дэмэджа по воздуху есть. Сбил бы СС-шку, да и всё. Тут третья, правда, есть. Ну, в любом случае, убить СС-шку в такой ситуации это практически вегенчик. Так, здесь супер дорогая... Ну, как супер дорогая... Экстра сапплай здесь стоит на 16 лимитов. Поэтому можно его выбить спокойно, абсолютно. Пытается здесь Сан сбить медиваки. Один сбил, второй не сбил пока. Пытался покуснуть ещё один, но... Марики так и так падают. Призму что-то погибло? Куда призму-то увёл, ё-моё? О, дурачок. Забивал бы уж полностью. Удох от призму. Экстра сапплай сейчас будет подрезан. Это катастрофа. Смотрите просто, что за печаль здесь творится. Привет, Идун. Привет, короче, всем, ребят. Третий перелетел Сан... Масса, простите. Он понимает, что ему где-то добычу-то хоть надо начать. И как бы без этого печаль полная. Ну, здесь уже третий Нексус. Здесь 52-35 парабам преимущества. 30 с лишним общего преимущества по лимиту. По боевому там уже двадцатка, чуть ли не двадцатка разница. Глепы делаются. Блин, доделся, всё. Нет, ну тут колоссальное преимущество. Протуса, я думаю, что он не упустит это преимущество. Как-то Масса сегодня отыграл. Ну, как вчера Полт провально отыграл. Но сегодня по новости, вышедшей у нас на Гудгейме, да, как бы, ну, понятно, она была с каких-то других ресурсов взята, не та сама, как новость, понятно, что переведена, наверное, там и написано, да, нашими товарищами. Вот. Но... Полт проиграл... Полт уходит. Полт уходит в армию и на Близконе даже его заменит. Это печально. Ну, если победит Нип и Асунуш, то весьма вероятно мы ПВП увидим в Венерах. Приходит опять Сан. Сэщик и минус вот раскочил. Под Блинг, под Либератора. До свидания, Либератор. Один раз успел стрельнуть по Сталкеру. Надо давить. Вот там третья база есть. Это прекрасно понимает нас Сан. Здесь залетает Масса. Куда он? На третью залетает. Мазеркор надо брать. Просто убивать ЮГ. Масса пишет. Тут же здесь катастрофа. Даже если бы он весь третий некст убил этими восьми мариками, он бы дома не отбился. То есть они бы ничего не изменили при любом раскладе. Вот такие вот дела. Сейчас спросим, где у нас нет. Где Ниба-то? Я что-то не вижу его. А, вон он сидит. А я и не заметил у него какой-то иероглифовский клан. Ну, ждем Ниба, что говорить, ребят. Ну, а я жду от вас то, что вы будете поддерживать меня и мой канал, естественно. Отключать этот блок и подписаться на премиум. По реквизиту в описании и через плеер поддерживать его, естественно. Также подписывайтесь внизу под плеером слева, где внизу на панельке управления включаете стрим. Там снизу подписаться можно на канал, галочки на уведомления проставить. Ну, те, кто раньше был подписан, все равно они будут работать. Ну, подписывайтесь в любом случае, чтобы на мыло приходило и видеть все-все-все. Ну и на группу ВКонтакте подписывайтесь. Она в описании есть как бы под реквизитами, под моими. И на СК2ТВ, и на Твиче, и везде, потому что это важно. Вы там увидите все анонсы и все-все-все. Вы там увидите, что нужно. Сейчас я скину. Скоро 1200 человек там будет, наверное. И так вот. И так вот. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый день просто как бы там что-то было отключено в клюве, я вообще не понял, что там происходило, первый день с поддержкой как и криво все было, но я думаю не пропадут твои эти. Сейчас уже все наладилось, я уверен, что ничего не пропадет, возможно время потребуется, чтобы найти, так как все там заняты сильно вообще, непросто. Добавил субтитры DimaTorzok Тебе удачи, в общем, я думаю, что я просто к твоим матчам, ну, с кунг-фузу круглюсь и пойду смотреть тебя, мы все будем смотреть, да, как бы, потому что я думаю, самое интересное пройдет, здесь Венера, вот, а Нип, ну, посмотрим, как Нип сейчас отыграет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что, опять бот подожил немножечко, ну что, Ниблет против Стари, Ниблет это Ниб, Стари это и Осону, запомните, ребята, погнали. Нексус 1, от Ниба, что мне в Нибе нравится, то, что он не играет всегда, как робот, блин, этот гид Гастнексус, он играет Нексус 1, мой любимый, Нексус 1, какой АПМ у Ниба, давайте глянем, АПМ у Ниба не такой уж высокий, 246, Осону, итого меньше, 237. Трубочку с чайком, бомбану кусочек. Да, я видел уже, я видел уже, что ты 3 первые играешь, вот, поэтому плохо это, лучше ты играл бы не 3 первые, так, мы СГЛ бы полностью посмотрели бы, но потом уже туда бы шли, ой, этот, ну ты понял, кунг-фу, наоборот. Так, здесь интересная стенка, кстати, здесь жирное здание, надо, чтобы стенку закрыть и проход был. Ну что, Линг-минус, Ниб вышел Мазафором, Линга-минус, ну, первый адепт готов, и робот пошел. Так, с хорошими тиранами у всех травла, Юр, как и с хорошими зергами, и с хорошими грудцами. Ну что, ребята, робот, опа. Что-то сначала Ниб вроде как выходил, как будто бы в этот. Глевы резонирующие, но тут неожиданно появляется робот, Даркшайн, и это будут Дарки, плюс Харас, наверное, Архонами будет еще от Ниба. Посмотрим, к чему это приведет. В принципе, можно вот таким билдом, с двумя Архонами, притрить все. Что за трубку? Варенка. Вафельная трубочка. Преображенский. Преображенский классик, не знаю, какая трубка. По двадцатку трубка. У нас есть еще по тридцатке, но по двадцатке реально вкуснее, чем по тридцатке. Ну, как по мне, не знаю. Я пробовал. Но это не суть. Варху, но от Ниба уже решил, что Дарками ничего не сделает, судя по всему. Кстати, спорок-то нету, тут только оверсиры, блин. Мог бы и сделать. Так, Архунчики прилетают. Даже под всеми этими ровучами взял и королеву забрал, а? Ну, Ниб дает. Ну, вы, блин, даете. Так, нужно сваливать отсюда, нафиг. Что Ниба делает. Сваливает на внешнюю сторону. Призму продемеджил, но не потерял. Отрегенить бы хп желательно. Здесь третий Нексус есть. Смотрите, дропы ручей начинаются здесь. Так, Ритцева, мне спрем на все каналы смогу активировать. Активировать откуда, неважно, но, как я уже говорил, но тебе не говорил лично, наверное. Общие премиумы, они распределяются по человеку часам, как бы. То есть, если тебя смотрят, 30 общих премиумов час, 30 человек и часов, грубо говоря. Ну, и деньги, общий бюджет, все у сайта таким образом распределяется. Поэтому будет решать не откуда ты активируешь, а кого ты больше смотришь, собственно, с моим премиумом. Так. Так, здесь везде движуха идет. Пытается развести Ниба. 16 пробок уничтожено. Третий Нексус вообще не добывается. Здесь что-то все стоит. Надо на мэйне добычу восстанавливать. Здесь пришли руч на третью базу. Но, фактически, Азерга тоже такой улын идет. Ну, почему Ниб не идет вперед? Нексуса-то можно отбить. Имморталов много у него есть уже. Два точно есть. Скоро блинк будет готов. Решил Ниб, что нафиг отдает третий Нексус. Ну, не знаю. Мне кажется, решение сомнительное. Хотя он понял, что здесь улын. Не знаю, не знаю. Здесь ручи выбил. Боялся, видимо, что разводочка на мэйн будет. Нексус восстанавливает сразу заново. Подкопил здесь лимит. И теперь с блинком будет обороняться. Не знаю, насколько это верное решение. Но Ниб старается здесь надежнее сыграть. А, он еще и Архонами до сих пор Хараси летает. При этом всем королеву погонял. Парабам! В принципе, смотрите, вровень абсолютно. Технологий у Зерга никаких особых нет. Нул активировал премиум на ваш канал. Кто что там активировал? Что-то текстом не продублировалось. Странно. Так, ручик на мэйн. Ручи принимает. Ниб-117-142. В принципе, лимит еще вполне такой боевой у Ниба. У Версира можно было попробовать фукуснуть. Не фукуснуть. Сколько же эти Архуны живут? Они сверхполезны вообще. Я вернулся, чтобы служить. А, неизвестный. Месторождение минералов. Истыщено. Так, ребят, ну короче, игра продолжается. Сейчас я отпишу про премиум. То, что не дублировался попозже в чатик. Вот. В чатик, в общем-то, когда активировался. Ниб выходит в центр. У него реально много имморталов. В спину сейчас может ему зайти. Масс линги могут зайти. Видит он, что пуш к нему идет и отступает. Домой принял решение отступить. Я думаю, решение абсолютно верное. Здесь есть оверчаж. Линги заходят. Реведжеры заходят. Ниб что-то туда-сюда мечется. По лимиту на 40 проседает боевого лимита. Это серьезное очень отставание. Но почему-то не идет вперед китаец. Здесь чисто реведжеры. Линги. Ой-ой-ой. Как здесь будет улынг 100%. Но у Ниба есть уже плюс 2 из положительных моментов. А есть оверсир-то вообще. Один оверсир всего. Ё-моё. А где дарки варпятся? А дарки 5 здесь штук. 4. Так. Сюда 2 идут. По одному на каждую базу. 2 дарка минус 4. Четвертого. При этом все. Оверчаж пошел 1. Оверчаж пошел номер 2. Можно 3 сюда даже выставить. Наверное, было бы. Здесь Ниб сплитится очень-очень четко. Какая позиция он успевает здесь отконтролировать. От фаерболов. Что-то туда-сюда ходит. Здесь развалил. Здесь хата падает. Здесь дарк режет королеву. Здесь кор... Джедай. Джедай. Уже не подавано. Джедай просто какой-то. Ё-моё. Что это такое было вообще сейчас? Вы видели сами все? Ну... Проваленная атака и опущенные просто все базы. Все базы. То есть 3 дарка в минерала на вторую, первую, третью. И два дарка четвертую убили. Все. Казалось бы, элементарно. Ватсон, играйте. Все так, что, по дарку послал. Но нужно исполнить ведь еще, ребята. Короче, ждем вторую игру. Естественно, кархоны в призме щиты восстанавливаются. И рипер, и ригенятся в медилаках и так далее. Это все работает? Все это логично, да? Могли пенить баги, быть, чтобы этого не происходило. Ну, все нормально, все происходит. Так, про премиум надо писать. 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 Спасибо, Рицу! Ну что, проверил НИП тут вторую базу. Опять Нексус первый, кстати говоря, играет. Так, Акерич, короче, короче, Миша Майкер начислил себе вручную на аккаунт эти деньги, которые с Яндекса куда-то там ушли. Они, ну, потом найдет он их, естественно, где-то там. Вот. Короче, они у тебя на аккаунте Гудгейм. Чтоб они попали ко мне, тебе надо мне их перечислить. Либо, ну да, у тебя там статусы будут, либо оставить у себя и не перечислять. Вот так вот. По-другому этот вопрос не решить. Ну, в общем-то. Вот так. Вот так. Вот так. Так, здесь, короче, сверх агрессия. Посмотрите, вот, фуф, что это от НИБа уже все не знают, как, что с НИБом делать, только, ну, улынить с ним, что ли. Адептик вперед идет один-единиственный сталкер есть здесь у НИБа, а Теосону улын полное абсолютно здесь происходит, и НИБу надо как-то его принять, этот улын, иначе печаль. Да, Линги бегут с разных сторон, дропаются. НИБ не видит их пока что. Вот они все, у Линги уже с МУМ будет налом на рампу сейчас. Нужно уходить сейчас. Рабочими пытаться. Куда там НИБ поехал-то? Рабочих увел, туда-сюда что-то поводил. Твайлайт готов, нужно пробочками драться пытаться, они пытаются это сделать. Сейчас будет лифт на мэн, естественно, здесь продолжаться, соответственно. Мазеркор НИБ перемещает назад. Адептики сейчас новые будут готовы. Пробочки отступают. Здесь принимает НИБ бой. Достаточно ли юнитов, чтобы отбиться, пока не понятно, но, по-моему, достаточно вполне. Так, пробками бой принимает. Адептами надо сместиться сейчас НИБу. Он смещается с адептами. Но пока в обороне выглядит НИБ неплохо. Нужен уверчаж на рампу. Срочный уверчаж нужен на рампу. Ё-моё, уверчаж пошел срочный на рампу. Пробки с адептами бьются. Линги очень жестко здесь терпят. Четыре адепта уже есть. По-моему, НИБ уже отбился, ребят, здесь. И все в порядке у него. У меня такое ощущение складывается. Один адепт на рампе остался. Ну и Астону понимает, что НИБ уже отбился и как бы переходит в экономику, но готов ли он из такой ситуации не бы выиграть, когда дэмэдж экономически практически не нанесен. В принципе, пробкой запилил дэмэджу нова Линга. Блин, какой НИБ красавец, а вообще. Что он потерял? Ну, шесть пробок. Короче, и Зерк больше потерял на этой движухе. И тут Беллинг Нест еще стоит. Беллинг Бас будет. И Глефы заказаны наконец-то. Сейчас будет три гейта, ребят, и это будет выход адептиками. Не знаю, добьется ли Зерк вообще. Спасибо тебе, Акирыч. На Киви есть. Спасибо тебе. Сейчас я тебе все сообщу. На аккаунте у тебя проверят. Я тебе говорю, деньги тебе на аккаунт кинули. На гудгеймовский аккаунт имеется в виду. Так, адепты варпятся. Видите, здесь заходит НИБ. Видит, что Беллингеморфится. Будет ли проходить дальше? Да, будет проходить дальше. Телепортируется на рамку. Против бейнов надо сплитануться немножечко. Сплитис успевает. Не всеми, конечно, но в большей части успел сплитануться. Ребят, похоже на 2-0 в пользу НИБа. Блин, как он что-то отыгрывает, а? Я просто поражаюсь. Я надеюсь, я просто, ну, очень надеюсь, что до Блесконы эту форму никуда не сможет растерять. Бывает, что игрок вот так вот божит-божит, а потом попа резко форму теряет. Я надеюсь, это не случай НИБа. 12 дронов просто уничтожено. Ещё 4 адепта вперёд бежит. 49, 29 по рабочим в пользу Пропса сейчас. Кажется, мы сейчас матч Минирова будем смотреть НИБ против Циана в ближайшее время. Адепты заходят. Зерк боится 25 лингами с этими адептами, драться. Ты тебе прикалываешься? Лови, лови. Но он вынудил НИБа подойти и поймал. Ну, это ошибочка, конечно, со стороны НИБа, но тут такое преимущество колоссальное, что просто, просто жесть. Привет-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пытается китае что-то камни, где-то СОВЕР до сих пор висит. ... так какие речи ты сообщи про если деньги эти на аккаунте вот потому что ну я их искали искали моя надеюсь что они к тебе пришли чтобы я уж просто успокоился они там у тебя есть почему не хотим не хотел бы чтобы воздух да не пропали третий нексус у него добывается физически отпустил что-то он зерга не стал забывать добивать и ну боевая лимит есть есть парабан 53 за 67 у него конечно экономика просто гигантская здесь колоссальная ты из почему здесь пилоном не закрывать здесь проход вот так странный момент ждет призму с блинком добивать не будет так понимаю сейчас окейра поддержал ваш канал на сумму 500 рублей сообщает он до фенит спасибо керыч нормально тебя заходит значит все таки нашлись я так понимаю ну и слава богу что нашлись так по от блинки ваются от блинки ваются сталкеры на фарбулов на пару не попал неприятно но продолжает он движение ко второй базе оппонент своего и здесь у лингов куку сейчас первый год готов так пошла вижу филды от него пошли филды очень-очень крутые отходит не пьющика назад что-то здесь это никто разваливается я смотрю здесь или нет а нафиг он варпит сталкеров когда нужны адепты ведь у него адепты с глефами блин решил ним чисто сталкерами оппонент своего развалить не понимаю пулингом по своим сейчас бьет нип 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 заходи наверх заводит сталкеров наверх зерк вынужден оббегать до варп еще идет до адептиков варпани почему сталкеров то варпишь ты 112-108 но по-моему даже так достаточно него просто чтобы продавить у меня такое ощущение складывать здесь падают овера сейчас заплай блок через пару секунд будет уже да вот заплай блок пожалуйста намечается гамм они не прозваливая здесь пытается вернуться у нас так пару пилдов сейчас будет пошел пилд раз кривовать пилд пилд 2 нужен пошел пилд 2 здесь дрона выводится короче нип он я не знаю может он специально вот у меня такое ощущение что у них такой упрямый такой сейчас в этой игре упрямость показал типов кофе пофиг типа какими юнитами проблевать адептами сталкерами неважно уверенная победа ниба 20 так назад куда не понял ты их отправил вот же 500 ты мне послал это не из тех что ли спасибо круче тебя керыч так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Ну тоже все приятно, конечно Что, не забывайте, создайте движок Сейчас я доем туда К вам вернусь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят НИП против Циана Вы видели, как легко НИП Играючи справился с Асона Только что в БУ-3 предыдущем Это было ПВЗ Но ПВП у НИПа еще сильнее Я думаю, вы прекрасно помните Каспакап, где был разгромлен Зест, Статс и Трэп Одни из лучших продсов вообще на данный момент Да, есть еще крутые продсы, помимо них, но эти тоже самые топовые, как бы Посмотрим, что у нас Санчик сможет Или не сможет Но, смотрите-ка, у НИПа в ПВП даже АПМ выше стал То есть у него был ПВЗ 240 где-то А на ПВП 313 Ну, кстати, вот что касаемо матчапов В первом Старкрафте, например, у меня Самый большой АПМ был тоже в ПВП Чуть-чуть поменьше или примерно равный ПВЗ А в ПВТ у меня всегда поменьше был Почему-то, я не помню Ну, там больше такая позиционная война, да, как бы зачастую проходила в первом Старкрафте Возможно, у НИПа тоже, как бы, от матчапов различаются Так, третий пилон Мазеркор, два адепта Здесь абсолютно то же самое делается у Сана У НИПа как-то пробку вводит, куда она вводит? А, то есть, ну это два адепта некус Мне тоже в последнее время билл понравился Я его так отыгрывал иногда А нет, два адепта, два сталкера И тут потом НИПа с адептики вперед идут Но все равно нет сус ранней Причем пробки не заказываются пока что В отличие от Сана, у которого пробки делаются, например, сейчас Иллюзии опять вперед полетели Здесь тоже иллюзии вперед летят Встречаются адепты тут друг в друг Ну, НИП удачный залп сделал сейчас Как вы видите А, ну в итоге НИП проигрывает в эффективности Почему? Потому что если больше боя не будет То адепты тогда, в общем-то Так, здесь заходят адепты Надо уйти немножко НИПу Одного потерял, неприятно Сан внимателен был, молодец Здесь два сталкера также присутствуют Он что-то НИПу потерял, Сан нету Единственная разница, не критично, но неприятно На самом деле, когда вот такое начало А по НИПу ничего не потерял, а ты ее не потеряешь Например Ну, я думаю, НИПа не из таких городков Которые будут расстраиваться здесь сильно Два адептика здесь зашли К третьей базе, вы видите Здесь Сентря выходит Которая для адептов цель-то приоритетная Вообще, как может больно Сейчас в Сентре быть Адептика репортирует на Мэ Но здесь они попадают под овертяжи И, в общем-то, теряют двух адептов Ну, одну пробку он сумел имя убить Полотенчик Чем выключается, не построжит В принципе, ничем В чем секрет? Я не знаю, в чем секрет Учится ли где-то НИП? Стрэндж поступил в институт Как бы, вот, понимаешь Вот Родители ему сказали, что надо Да он сам понимает, что надо Действительно надо Потому что Не факт, что киберспортом ты себе на жизнь Да, заработаешь, как бы Вот Ну, а у НИПа есть команда, например, ТИНК Которая явно у него там очень хорошие условия в США Да, как бы У него есть поддержка всесторонняя Ну, и плюс он Проделал грандиозный скачок Сделал, в общем-то По уровню суммы То есть он явно талант, как бы Стрэндж тоже, конечно, очень предрасположен к Старкрафту Потому что он тоже уровень достаточно быстро набрал Хотя он давно достаточно тренироваться начинал Ну, это такие были тренировки Коу-тренниж, чтобы нет Ну, в первую очередь, я думаю, целеустремленность решать То есть решил, что надо всех наказать в мире Желание должно быть в Старкрафте Не то, что там юниты красивые Там что-то еще, деньги Такие там какие-то выигры Желание должно наказать всех просто Всех в мире просто И все Другому ты не сможешь убеждать Именно на таком уровне Как не пограть Да и как андроид играл Ну, он тоже изобеспеченный Его был в семье недостаточно Его не интересовали призовые Его интересовало победить Он хотел доказать, что корейцы никакие не уникальны И можно, можно их пробревать просто-напросто Блин, через 2 секунды нипчик блин Ты, блин, так медленно это делаешь, небец Так, подошел ближе Попытки призму перехватить подходят Ну, оппонент Ниба Давай, пошел Ну, есть блин И у Ниба есть контроль Но тут Имморгл, правда, выходит А с Имморглом уже не получится биться в лоб, я думаю, Ниба Так, тем более, призму там есть Привет из Димбы Кто ты бунтовать пришел? Сейчас в Сибирь поедешь, я вам Бунтовщик Если ты, конечно А, если нет, мы проведем следствие по особо неважным делам Короче И пытаясь прессануть немножечко Так, плюс 3 гейта А6 гейтов сейчас будет Ну да, Сибирь согласен С Нибом Фраера можно сравнить Потому что Фраер даже по виду на Ниба похож И вообще у Фраер тоже такой игрок был Вот он за что не брался У него все получалось Вроде как ты, ну вот смотрел на него всегда, да Как бы в первой Старкрафт игрались Вроде как это И контроль такой корявенький Такой с виду, кажется Но на самом деле Просто хоп-хоп Что-то сюда И все получается прямо хорошо Такой же игрок И Ниб легкий на подъем, что называется Ну что, третий нектус вышел Китаец С Ниб тоже И Ниб любимейший Своих дестабилизаторов Штампуют уже Количество просто замечательных У Ниба есть Так, блинк Так, а Глеба у кого-то Доделались Глеба у китайца А Ниб еще Глеба не заказывают Странно Не второй робот делать Но Глеба все равно адептам нужны Он что без адепта собирается воевать Я сомневаюсь Так, иллюзии тут на халяву Китайчик сбивает И пробивает камень Видимо на четверку собрался выходить Я так понимаю Улучшение завершено Так, идет движуха по всем направлениям Циан плюс два Заказки Ниба плюс один доделаются У Ниба Даркшайн, кстати говоря А адептам так грейдов и не делают Что самое интересное 135-131 по лимиту Ну не попережает по лимиту оппонента Дойдут до варха Дальше Привет, DeHuji. Как думаешь, Блаю, надо взять отпуск от турниров шум-матчей и почернуть макро и понимание игры в целом, или может просто отпуск, а то совсем стыдуха. Да как бы ничего в стыдухе никакой нет. Проиграл Марин Лорду там 16-2, но в этом страшного ничего нет. Это только отпуск. Надо не отпуск брать, надо больше тренингсу просто еще, что нужно. Нехлопой сплит со стороны Нибы. Ну 4-й Некус потерял. Надеюсь, Трои. Ну это не катастрофа для Нибы. Пару удачных выстрелов и все в порядке будет. Из Дима, не задавай тупых вопросов, только все, короче. Завязывай. 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 Вот, Нибы что-то дропает. Вот так вот. Так, из рябки, видимо, будет начинать. Так, помните, на какие-то ставочки есть. Из рябки будем начинать. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, не попросил, чтобы сыграли сначала другой матч, а другой это Цан против... точнее Масса против Иосону. Ну давайте Массу и Иосону посмотрим. Потом уйдем к Блай, видимо, та что ли, я не знаю. Или здесь останемся мы вообще. Ну хотя в этом матче посмотрим сейчас. Вот. 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 Продолжение следует... 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 не отменяет массу депошечку она была еще не достроена можно просто было с эскейп нажать и вернуть себе просто-напросто 75 минералов я все-таки купил там массу немножко везде идут забегания 12 ксм, тиран теряет по лимитмечку проседает масса 14 уже теряет и асуну тоже раучи теряет правда третью базу что самое главное, он не дает добывать пока ксм куда-то лезут куда они шли-то там, не понимаю здесь дробчик на кселнагу видит группу раучи здесь прекрасно масса кселнаги куда они бегут опять асуну пытается разводить почему бы не сделать просто элементарный подземный мук сейчас закопочкой, было бы проще гораздо 2-2 не дожидается асуну заходит наверх надо было дождаться 2-2 заходит за стороны 2 базы попытался еще раз ворваться ничего не получилось ну 2-2 сейчас будет надо наверное делать инфестров побольше здесь идет постоянно давление рабочих нет на 4 базе ошибка конечно, ну а что делать так, здесь дрон, с которой на кселнаге стоял 4-м ариком медиват, непонятно где погиб, видимо 4-дрона потеряно, но это не страшно 4-дрона ну видите, движок у зерк пытается крип распространить подальше кселнагу контролить кселнаги контролить инфестейшн делается скоро будет микоз почти 200 асуну 3-2-2 можно когать было бы пока нет хайва посмотрите, вот нам всегда такие моменты продумывают закажи когать он быстро делается там в 114 секунд первая игра и делается пока делался бы инфестейшн и хайв уже бы когать доделался можно было бы ну там 3-3 пусть ранжовая делать но все равно ринги бы уже усилились на перспективу переход ультралов например так, 3-дрона уничтожено либератора это на 3-мя часами здесь 2-дрона приехали а либератор улетел в это время сложился еще 3 рабочих минус а в это время на лоб идет на лоб идет прощение на лоб в это время контр-дроп со стороны массы хороший контр-дроп очень тема будет зерк не здесь находится в итоге будет уничтожено просто хайв морфи чистить а это печаль сразу же основу лейер на мейне может начинать что другому с ума с ума с ума улетает он переворот в этой игре на самом деле привет скрейм москву все хорошо вот я на сбил сейчас такой период у меня начался режим немножечко выправляю предыдущие все дни в 3 ночи в полчетвертого ложился и вставал в 11 где-то пол один из труб мы сегодня в час двадцать где далеко 9 стал я 9 30 как так и тяжеловато период переждать период так все нормально вообще-то масса делает армор впереди атаки на био хотя это очень-очень странно атака гораздо важнее био юнитом тиранским чем армор ну в любых ситуациях фактически но почему-то так масса делать не знаю почему инвестор первый готов здесь хайф делается уже эволюшины сейчас погибнут крипту муране ну нужно вот это сюда было перевести как пошел малому от эрасончика 19 ксм уничтожено в это время четвертую ему стирает масса 113 45 по лимиту я удивлюсь если сейчас зерки мудрится тирана пробрить здесь в этой игре ну вот это ну и сзади на 3 бать еле лиман справляется боевой лимит почти одинаковый остался а в экономике у тирана то печальненько конечно здесь я бы сказал 43 ксм потеряно 9 всего осталось рабочих ну это же катастрофа надо все снимать с газа вообще. Знаете, здесь... Причем 6 из них на газе. Из 9, только 3 на минералах. Надо мулов выкидывать, надо рабочих восстанавливать, надо идти вперед. Я не знаю, что масса ждет здесь вообще. Хотя и Асона тоже много лимит, как вы видите. Не надо никому здесь вперед идти. Хотя у Тирана ГРД получше, чем у Зерга. Так, наламывают сейчас Асонов. Масса танки отводит сейчас. Асона разваливает. Здесь вот юниты стоят. Либератор, правда, унижает. 1-0 масса. Неожиданно прям. Я думал, что Асона фаворит абсолютный. Ну что, идем к Гулаеве или что мы? Короче, давайте досматривать. Два чуть-чуть хуже. Пойдем тогда. Так. 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 Продолжение следует... 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 так склеим о сколько разница между real time и причем каким real time и же я сказал две минуты задержку на гг плеере 2 минут задержка везде примерно две минуты может на премиум и там на секунд десять поменьше как бы но это не существенно общем так сейчас я подойду ребят что-то они будут долго очень начинаю сейчас я вернусь а 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 Короче, ждем массу мы сейчас. Продолжение следует... 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 это уже хорошая дэмэджа 150 дэмэджа за залп так, а по воздушному еще и бонус 48 так, по 33 по крупному воздушному 33 это уже 165 получается от 5 темпистов, но у них уже их 8 а 8 это уже ультимативный такой лимит, я бы сказал главное дестабилизаторами стараться попадать теперь у меня начал лагать что ты будешь делать? так, вошли залпы дестабилизаторы так, здесь пытаются наломиться, они его пытаются развалить но неплохо они здесь дерутся, размениваются, но темпистов не надо подставлять под сталкеров я только прошу подбринкивают стан ближе, но нимб здесь сталкерами нормально дерется трех забирает здесь минусок плиты у них нет, 133-101 но все равно переворачивает эту игру насколько я вижу потому что на темпе тут нет возможности выйти ну, в общем-то, нимб дожимает да, здесь это еще видно, что 1-0 не без проблем, ну а что делать? а, ревелэйшн кинулся, нибо нет энергии у Аракула отвел имечку темпистов назад здесь стабилизаторы выходят новые еще темпистов построили, их 9 штук сейчас станет потери давайте глянем, 18 на 26 тысяч просто потери не в пользу, нибо арахула, хилл, ревелэйшн и пошли падает сейчас Дарк ACH us СОЛЬНЫ$ 1 арахула, хилл и перебitar в какой-то момент. 1.0 NIP, ребятки. 1.0 NIP, ребятки. Так, всё, я здесь, ребят. 2.0 NIP, ребятки. Продолжение следует... 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 Я вернулся, чтобы служить. Так, немного внимания обратил, как там срач начинается собирает, не блочит заказ третьего никуса. Я понял, что китайцы стримят, я сейчас закончу вот с этого лутбор 3, просто на какой сервер идти, думаю, мне надо далее. Ну, и бодовар по адептов. Ну, сейчас он с адептами развалит, скорее всего, оппонент своего. Здесь третий никус пошел, у меня такое ощущение складывать. Здесь ничего вообще нету, фактически. Один какой-то задрибанный пилон смешной, который сейчас просто будет уничтожен моментально. И актервер есть, что самое главное здесь. Суверчаж выставляет. Так, две пробочки уничтожены. И продолжает давить. Дарки падают. Здесь врыв дарков на мэн идет. В робо заказывается аптежер сейчас. Адепт телепортируется на мэн. Сан пишет ГГ, вот. И я иду на СГЛ, короче. Говоря, не пызи выходят, вот. Говоря. Да. Говоря. Без камня, я не буду там, если ты здесь, это пришел. Так, ты как-то сал wp-п-п-ф. Адепт телепортируется на мэн. Тут есть третий никусわ. Это будет лист играть, там, когда ты ходишь, то можно гулять. Адепт телепортируется на мэн, мне блядь. Вот как я, когда он был такой, он не смешал. Это не так хорошо, я устроил его, здесь я не смешал. Ну, в чем дело? А теперь я должен был свой гранат. Если дать я не смогу, тогда я не могу... Вот так вот, вот так, вот так, вот так. Не надо. Я думаю, что я не могу, мы не возьмем. Так, Влайз с Рейнером бьется. Да, блин. Так, ребят, сейчас я поставлю вам дуюкап. За одежку уже менять не буду. Влай бьется с Рейнером, как вы видите. Рейнера больше. И как раз Рейнер наламывается. А, нет, это Влайна Рейнера наламывается. Он не продавливает Рейнера. Сейчас это факт. Рейнера почти не продавливает. Ну ладно, отступает. Там контратака, вижу, уйдет. Игра пока продолжается, поэтому я иногда сворачиваюсь, просто контролить пытаюсь. 49, 57, парабам. Приходит рейнер к Блайу. Ну, кстати, с фаербольщиками это Блай получше здесь дерется. Лингов достаточно много до заказа. Смотрите, есть шансы отбиться и Блай отобьется здесь, судя по всему. Так, поставил на СГЛ, судя по всему. Я поддержал ваш канал на сумму 600 рублей и сообщает, два года не заходил на ГГ и в Старкрафт. Рад, что здесь все хорошо. Помя вперед. 7х, Вал. Здорово, Вал. Что-то ты, мне кажется, подбираешь. По... поменьше, чем, короче, два года ты не заходил, я вспомню тебя хорошо. Спасибо тебе, Вал, большое за поддержку. Вот, как у тебя дела? Задержка две минуты, помню об этом. Так, короче, сейчас я возьму текст. Погодите, ребята, быстренько. Отсюда и перенесу его сюда. Прикольно, они комментируют. Ну, им бы тоже прикольно, наверное, наш бы слышался язык, да? Ну, что, Рейнар серьезно, Влая перемасил, но Влай готовит свеч-муточку, я насколько понимаю. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Так, у Влая мутка, а, это у Рейнара мутка. Прикольно, да. Играет музыка. Так, прошу прощения, Анунку. Пытаюсь запилить. Анунку никак не запилить, но тут Блай вообще пытается Рейнера развести. Вы видите, по лимиту провально, конечно, у Блая что. Муткой пытается пошатать. У Мутки явно проигрывает Блай сейчас. Матерский, мама! Интересный замес такой идёт. Блайд с Рейнером бьётся. Кстати, Блайд, кажется, побеждает по воздуху. И это переворотик здесь у Блая получается. Ещё бы он получше контролил, было бы вообще замечательно. ҉н? Блайд и мёня cureна бьюшер ляй. Блайд и мёня cureна бьюшер ляя. А сауэн на какий койме каляй. Джёногсин. Джёжёна на кайма аа. Э-ээ, желуха. Ээ, ты побудрайся я варда. Что такое то, я мак... А, шутка... А вот это... Белго... Это... А ну-ка опять криво запилит. Смотрите, Блай сравнялся с трейнером уже по лимиту. Просто чудеса какие-то на виражах происходят. Ну-ка что-ка вот эта... Я не знаю, мне это нужно. Я так беру. Я думаю что это не такой же когда-то виражах. Я думаю что это время. Что-то вводя. Вода уже плотно там, в удачном обраков. Вода уже два часа, а вот та же чемпионов. Но они будет такая. Общая возможность. Нет. Слушай, Блай наламывается сейчас на оппонентцеву, по грейдам не знаю какая ситуация, мутка с муткой, две королевы прикрыть пытаются, Рейнер кажется разваливается здесь, у меня такое ощущение складывается, Блай чудеса, просто какие-то на виражах здесь творит. Только на муве не надо летать, пожалуйста, Блай. На муве больше не летает, Блай. 99.85, Блай умудрился вытащить такую игру, проигрывая 150-200 и не только вообще. Короче, ждем ГГ, здесь уже Блай вне игры находится, нужно запрыгивать, сейчас следующую будет из игры смотреть. Захожу в игру. Отлично, ребят. Переношу сюда. Сейчас мне кое-что нужно будет сделать, попробовать, ребят. Переношу сюда. 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 Так. Все отлично, анонс запилился. Просто мне спасибо другой, Павлу, с никнеймом другой, который мне сделал описание канала. Как бы очень такое ровненькое и крутое. Вот. Большое спасибо за помощь. Сейчас просто что-то я, видимо, там немножечко в тексте тронул. Как бы избивался анонс. Сбивал описание. Скопировал заново текст, другой блок. И все стало хорошо, короче. Переименовываю стрим я сейчас. Live против Рейнера. Вторая игра начинает у нас. Поехали. Сундук закрывает важнейшую часть игры. Претензии к китайским товарищам нашим. Так. 2-1-0. Погнали. Рейнерфул первый играет. А, перед блоком с инфой. И все понял тебя, короче. Спасибо тебе, другой, за инфу. Буду знать теперь, короче. Я просто не знал деталей. Ну что, из-за игры будем сейчас смотреть. Блай, кстати, есть у кого-нибудь инфа. А, я сейчас сам обновлю, что смотреть. А как Блай с Джейши-то сыграл? Или он с ним не играл вообще? Он с Рейнером первой игры, что ли, получается, играет Джейши, и не пришел? Или как-то они уже отыграли, ребята? У меня инфы нету. Я, честно говоря, не знаю, в чем дело. Но такое ощущение, что они не играли. Потому что на Ликвипедии ничего не обновлено. Хотя китайцы могут просто не знать, как обновить. Может, кто-то смотрел стрим, и он мне может сказать, да, как там Блай отыграл. Был бы признателен я вам. Ну, а сейчас продолжаем смотреть. Блай против Джейши... Ой, против Рейнера бьется. Ведет 1-0. Выиграл просто дикую игру. Проигрывал там по лимиту всю игру. 150 на 200. Я видел 130 там на 100 на 200 практически даже в какой-то момент было по лимиту. Но Блайс умудрился свитчем мутку Рейна развести. Привет, Боттлнетч. Не знаю, за что вознаградил. Не знаю, не знаю. Это уж тебе решать. Двигается Рейна вперед. Здесь Блай достаточно легко Рейнера встречает. У него есть муха, у Рейнера нет пока муха. Сейчас у Рейнера через секунду муха доделается. Все, доделался муха. Он отступает немножечко назад. Блай дрончиков строит. Нет смысла сюда выбегать и Блай этот бой принимать, я думаю. Лингов примерно равное количество. Хотя нет, у Блай побольше лингов. Но у Рейнера прирост есть, поэтому все окей. Выбегает Блай сюда, принимает бой. Лингов чуть больше, чем у Рейнера. Нахрен наступает-то Блай, не понимаю. Что это за чудо-контроль был? Дрался бы на Аклике, там равное было. Когда линги с лингами дерутся, с их скоростью атаки просто колоссальной. Не надо вообще юнитов трогать, иначе они демож теряют, там сразу же проигрывают. Так, здесь Рейнера неплохо Блай подгрыз, в это время Блай контр-забегание. Вот. Так, эту информацию обсуждайте в другом месте все. Блай отбивается, конечно. И по рабочим даже в плюсе. Блай говорит, что не играл. Человек говорит, что 2-0. Кто выиграл 2-0? То Блай выиграл 2-0 или кто выиграл 2-0? Убязь, что Блай вроде как выиграл. Судя по тому, что 2-0 это, по идее, в пользу Блая. Но я не уверен, в чью это пользу, как бы, на самом деле. Ну что, 10 рабочих еще Блай строит сейчас. Парабам нагонит Рейнера. Роучи реводжера присутствуют. Рейнер тоже роучи постраивает. Сейчас делает плюс 1. Лейер у Блая пошел. Лейер у Рейнера вообще одновременно практически заказано. Легите за кронтор-забегание лингов пропускает Блай. Ну вот Рейнер вместо того, чтобы дрон убрать, накидывается на королеву. Блай 0 юнитов теряет. Это, конечно, ошибка королеву бить в такой ситуации. Личные сообщения еще пока не прикрутили. Поэтому пока без личных приходится обходиться. Блай, что... Так, здесь Блай Уберов выбивает абсолютно правильно. Это нужно выбивать, как ты кушать идешь. Но я чуть не понимаю, почему Блай... Вот Рейнер сделал плюс 1. Блай же нифига вообще не делает сейчас. Что самое интересное. Почему он это не делает Грейт? Вообще без понятия. Шпилетчик пошел на майне у Рейнера. Глубая шпилетчик. Оба свитч мутку делают. Ну почему парабам постоянно вот такая фини... 40, 8, 65, чуть ли не на 20 рабочих Блай проседает. Это дает возможность Рейнеру дальше просто базы строить спокойно абсолютно. Блай же настроил что-то боевого лимита немерено. Ходит им непонятно где. Мух заказывает позже Рейнера на Роучи. В итоге сейчас еще затерпит здесь. А, Блай улыбнет себе. Все, я понял. Блай собирается землю кушать. Но если Блай не пойдет прямо сейчас вперед, будет плохо. Почему? Почему Блай лимита меньше? Так, Рейнер пытается к нему зайти, но сбил бы оверов хотя бы. Я не знаю. Блай разводит Блай. Сейчас очень жестко Рейнер. Очень жестко разводит. Так, здесь Блай лингами собирает забегание лингов Рейнера принимать. Видит, все прекрасно. А, Блай 2-0, Жеши. Все ясно. Блай выиграл, короче. Я, ну, не видел ничего, что там происходило. Значит, Блай в плей-офф может попасть. В принципе, 2-0. Это хороший счет. Здесь уже карту взял. Еще не, уже три карты выиграно. Нужно выходить. Прокси хата и 12-й пул. Понятно. Супер понял я. Все, муф у Блая готов. Строится мутка. У Рейнера уже 13 муталисков есть. И в заказе еще 14. В заказе 2-16. У Блая всего 11 заказ. Блай по муте уже, очевидно, проигрывает, да, по количеству. Но с королевами можно попытаться отковыряться сейчас будет. Рейнер шатает оверов на халяву просто Блая. По руку Блая ровным счетом ноль. Сейчас реведжеры Роучи под ударом окажутся. Так, видит, у Рейнера Блая мутку. Но он видит, что ее мало, и поэтому спокойно наламывается. Просто начинает разваливаться. Почему фаерболами не помочь, я не понимаю. Хотя бы заставил бы летать Рейнера сейчас Блай. Так, здесь какая-то у Блая проблема гигантская. Просто он понимает, при этом все, что Блай может больно ему сделать сейчас. Идет вперед Блая с 7386. Нет, это катастрофа для Блая. Зайда на атаку нету. То есть Линдер эффективно Роучеры выживывать не могут. Под 14-ю муталисками все это развалится в момент просто при этом. Все. Уворачивается Рейнер от фаерболов. Очень похоже на 1-1 это все дело, как бы. Но давайте досмотрим просто. Ну да, Рейнер загнал Блая в угол. Просто здесь план сгрызает. Это без шансов для Блая. Хотя Блай сделал... Ну, у Рейнера тоже есть армор на муту. Поэтому все окей. Блай вставится под мать муту. 12 есть. 20. Ну, 102. Ёма. 176. Если было больше мутки у Блая, хотя бы сейчас у него на 7 меньше, то может быть что-то было. Но у Блая ничего по земле нет. А здесь просто, я не знаю, сотка боевого на земле идет. Ну, не сотка, но где-то 80. 27-17. Ну да, здесь на 10 муталей больше. Рейнер наламывает на Блая. И пробревает его спокойно абсолютно. Вот молодой итальянчик перспективный. На очень неплохом уровне он уже сжигает на черных игроках. Нужно ему биться, биться и биться. И тогда будет все окей, я думаю, у него. Потому что он уже в топчик Европы вышел фактически. Да, как бы нужно еще побольше. Так, прошу прощения. Кому-то и анонса пришло, трансляция. Просто это я как бы пытался, пытался запилить, короче говоря. Анонс несколько раз, он криво запиливался, видимо, поэтому столько раз пришло. Удаляйте. Ну что ж, ждем следующую игру. И так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, сейчас я быстренько позвоню Нужно попробовать воду, заказать успеть сегодня Так же хожу в игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так 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 Так, ребят, сейчас я свет врублю Что-то темно стало Так 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 Продолжение следует... 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 60 лингов Рейнара, 14 у Блая. Рейнар в контур-атаку идет. Хатты у Блая уже нету. Но я кто-то зафейлился с пушем здесь, Блая, и Рейнар случайно еще законтрил. Так, взрывает Лайя Бейна, взрывает мимо. 40 на... Ну, карту взял, на самом деле, на СГЛ это уже хорошо. То есть, если он следующую выиграет, то у него все нормально будет, в принципе, как бы. Блая пытается держаться пока, как обычно Блая тут до конца гейминг делает. Рад пытается восстановить. Есть Бэйлинги. Пытается Рейнар развести Блая и очень даже успешно это делает, я в Скалы, я имею в виду, разводит Блая, да? Деньгов вообще не остается. 100 на 39 по лимиту. Еще 18 деньгов Рейнар строит сейчас. Блин, они все бегут и бегут. Тут королевы у Рейнара уже вперед пошли. Экономика очень хорошая. Бегаем. Так, дальше у нас что? Блай Тейлз на американском сервере. Ну, судя по тому, что Блай ушел, скорее всего, да. Мама придет погулять с тобой. Клобосяра. 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 Продолжение следует... 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 Я видишь, у Миши говорит, что работает у него всё, у тебя чуть не работает, странно. Тоже шайбат вроде. Привет, шайба! Нип сегодня играл, Нип уже вышел на кунг-фу-капе. Там турнир, возможно, продолжается. Сейчас я обновлю, посмотрю, кто там что. А, всё, уже отыграли. А, ну всё, Маса сдался, короче, он вёл и Асону дальше пропустил. Адсан 2-0 и Асону просто развалил. Ну, 2 плюс просто в плей-оффе, ну, неплохо. И Асону Адсан развалил. Что-то Адсан силён как-то сегодня прямо, я смотрю. Ох... Ну, я не могу добавить... Субтитры сделал DimaTorzok Так, мазеркорчик готов Адептик пытается зайти сюда Можно было телепортнуться Не телепортнулся сюда Тес В итоге ни одного рабочего не убьет И линги Адепта, конечно же, завалят Здесь Правда, линги тоже погибли Парочку штук И мог бы второго даже Тейлс Линга убить И он даже убил бы, если бы не ушел Но пофиг, главное, что Адепт ушел Лучше уйти, чем Линга добить Вот этого смешного И угла и Роуч Ворон пошел Здесь у нас что? Здесь у нас третий нет Адепт становится между минеральчиками Тут интересно Паржа Твайлайт заработали Блинк плюс один Без скорости атаки Адепт начинает Тейлс Ну не знаю, сейчас Хлотли играть не через Глеба На самом деле А вот Глеб и пошли Ну Может Тейлс думал, что Блай увидел Что он заказал в рингах Нет, Блай не увидел Что он, блин, заказал Так не обмануть Здесь Паржа плюс два гита Адептики варпса Блай решил не запариваться Блай решил, что нужно пушнуть Оппонента своего Ну как он собирается-то делать А, здесь Криптумор уже почти на шести Посмотрите Здесь, в общем-то, такая трасса проложена У Глай Железная дорога и Скрип Только здесь вот два места разрыва И вот еще-очень Глестер Роуч Просто почти как с Мулом Да, как бы с Грэйдом Идут сюда Блай начинает пробивать камни Просто сейчас пробьет И через камни будет сюда еще и врываться Криптумор еще ближе будет Камни очень быстро упадут Уже там почти пол кп снял И Масс Масс Линге заказано Глеба, конечно, будут Конечно, здесь есть два пилона и Фатонка У них быстро все будет выбито, скорее всего Заходит Блай До Варпс еще Адепа Долго как-то Блай заходит, честно Файрболы в молоко пошли Верчаш выставлен раз Вот такие моменты Вот я смотрю Блай уже убивает пилон И сюда же Файрбол кидает Ну ты, неужели нету Ну, осознания того, что Этот пилон уже упал? Кидай в следующий пилон Все равно Блай выигрывает Тут я его ругаю, но В другой ситуации Может это подрешать Так, падает пилон И 75-57 Тейлз какой-то мертвый Совсем вообще Совсем мертвым Тейлз Это просто птичка какая-то Ему такое ощущение, что ему нравится Быть мертвым игроком Прямо такие у меня возникают иногда Так, Линге заходит Файрболить надо пилон Файрболы по Адепту Ну, по Адепту тоже прошли Файрболы Пилончиком Реведжеров Отпокусил Тейлз Тут 4 роучи живых Все в порядке Значит, смотреть какой следующий матч Следующий, наверное, на Америке Все будут Потому что евро с евро Там больше нету Никого Я думаю, что Так, 2-0 Блай выиграл Джей Иши 1-2 проиграл Рейнеру То есть у Блая Так, 5-2 у Блая будет Чет итоговый Я думаю, что он выйдет И если даже Рейнера кто-то пошатает Там Например, если Рейнер проиграет То Блай хоть одну Может вообще с первого выйти даже Теоретически Вылететь он не должен Из СГЛ Это 100% распада С НИБом Прошу прощения С НИБом смотри запись С НИБом запись будет выложена Она будет Единая Кунг-Фу Кап Плюс СГЛ Так, дальше у нас кто Тейлс Рейнер у нас должен биться Здесь же, полагаю, это будет происходить Тейлс Джей Иши Рейнер Джей Иши потом Тейлс Джей Иши Там Фаерболл в Пилон плюс Фатонка Как бы залетел Там Фаерболл как бы залетел в Фатонку Потому что Пилон уже погиб к этому моменту А можно было бы кинуть с другой стороны Чтоб он залетел на второй Пилон и Фатонку И тогда бы получить 100% эффективность по демеджу Но мы ждем Рейнера против Тейлса Что тут говорить Я думаю Тейлс тут аутсайдер получается Кого он тут вообще выиграть может Что-то ликвипедию никто не обновляет Почему-то Все, Блай 5-2 Рейнер 2-1 Он может быть 6-1 Если 2-0-2-0 выиграет Джей Иши и Тейлса Выиграет ли он 2-0-2-0 Джей Иши и Тейлса Вполне возможно Вполне возможно Блай-то выиграл их по 2-0 А Рейнер выиграл Блай Да, но это не значит, что он как бы так разложит прямо Остальных на кибатике ставочки есть Кому интересно, можете пилить Так Я даже на кибатике знаете, что сейчас Рейнер, Джей Иши, Рейнер вот такой вот просто На 1 баксик просто пилю по приколу Экспрессик Ну а мы ждем продолжения Что ж ты раньше-то не сказал Логотип давно уже стоил его убрать на самом деле Потому что он нафиг не нужен Так, Рейнер АВ, Тейлс Так, и все С Ростом до Сан Все понятно Короче, все черкает понемножечку здесь игроки Так, и все Продолжение следует... Так, и все Продолжение следует... 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 Так, починил СК, переустановил. Все, понял. Это надо Миш писать. Ну что ты приуныл-то опять? Что ты опять приуныл-а? Окошко открой, а то опять душ настало, Чарлик. Вон, иди воздухом пока, подыши. Сейчас мама придет, тебя выведет. Потом мы с тобой погуляем тоже. Бейби, уникнейм у Рейнара на Америке, привет, или Куб 009, привет всем. Короче, привет всем, ребят, везде. Чарлик уже хочет прогуляться просто, но у него еще пока не рано по режиму, по-нашему. Идти с ним. Так, Тейлс пытается и третью хату подглощить Рейнару. Ну, подглощил на некоторое время, но ненадолго. Рейнар развернулся, хату заказал заново. Здесь у нас паугас, нам и не заказан. Ну, безусловно, для Зерга это не очень хорошо, когда ему так влочит, да, но... А что у Прокса? А, у Прокса еще и нет спиры после этого. Прокса еще и нет спиры после этого. Интересный вариант стенки здесь со стороны Тейлса. Здесь проход, здесь еще один Телонч нужен быть. Начинает ковырять пилон. Тейлс у Рейна понемножечку. Тейлс у Рейна понемножка. Так, два адептика от Тейлз Вперед бежит, бустит он еще двух Причем бусты не снимает в Никсус А оставляет там Так, адептик минус Так, адептики пытаются прорваться Точнее отбиться пытаются адептики Отбиваются лингами Тут что-то Рейнар туда-сюда побегал Он как-то более уверенный, чем с Блайм Тейлз Смотрю, начинает в этой игре Даже третий нику запилил Хотя с Блайм тоже третий нику запилил Но Блайм его потом пробил Я вижу, здесь Блайм Нестер Рейнар не собирается, насколько я вижу Как-то агрессивничать что ли Сколько лингов? 15 штук Блайм Баста не будет Неплохо адепты здесь бомбят Без глефов, правда Вот если бы это с глефами адепты были У Зерга были просто гигантские проблемы Но адепты без глефов Поэтому они очень медленно атакуют Признаться честно Пытается здесь Тейлз Королева подрезает Королева подрезает В это время Рейнар его окружает Бабах Минус пара адептов сразу Остальные все дэмэджные линги Их моментально просто сжирают Но пара обам отстают от Протса Что самое интересное Рейнар И у Прокс уже и плюс один делается Как бы и два роба есть Иммортал Приз Правда заказано Нафига ему нужна призма Я не знаю Адептами без глефов Вообще не вариант харасси И опять блинг пошел Сделай ты глефа адептам Какой блинг Прибегает Рейнар Проход не закрыт Тейлз вообще ничего не видит Какой он медленный Я просто поражаюсь Пишем гг Выходим это практически Смотрите сколько лингов На мейн пробегает Хотя нет пока еще Не пишем гг Выходим Проблемы большие Очень большие Выбраться Парабам Сразу же проседать Скорее всего будет Поверчаж выставляет На мейн Адепт Пытается Рейнар Зачем тут грызть В это время Линги пришли на вторую Тейлз вообще рабов не контролил Теперь точно Тищен ггг Выходим 21 пробка Потеряна На ровном месте Почему Потому что юнит не стоит Проходит Ну что это за игра Такая Зато призму построил И она летает Сама по себе Ну великолепно Пилончики восстанавливаются 44-63 СПД был другой Если был НИП Например Я бы сказал Блин да здесь еще ситуация Вполне неплохая Ребята Можно еще выиграть Но это Тейлз Черт побери Здесь очень плохая ситуация Я не знаю Какая должна быть хорошая для него Вообще ситуация С другой стороны Робов устанавливают По чуть-чуть Здесь 16-14 Отсюда можно смело Вот так вот брать Сюда переводить Пусть здесь будет меньше чем 14 Ничего страшного В этом нет Зато вторая будет Раскачана база Ну Тейлзу не до этого Тейлз варпит 2 сталкера А в целом идет 4 сталкера Адепты И 3 мод Блин Против лингов Так линги накидываются Сожрал все Вообще В призму даже не пытается Законтролить Фаербулы по призме Пошли 1-0 Рейнер Ребята Идем вторую игру Так Пошел инвайт Врываемся Ребята Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь гейт на рампе... Рейнер спокойно ставит 17-ю хату... Билд стандартный... У ЗРГ тоже... Дронов 16 добывается... Говорит, надо газпул сейчас пилить... Сейчас и будет... Он запилен в ближайшее время... Вот этими двумя, видимо, дронами... Рабочих можно бы и подконтролить... Элементарно было... Пул пошел первый... Газа пока не наблюдается... Видимо, третья хата до готовности пула будет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на твиче тут товарищ, видимо, какой-то из иностранцев. Говорит, что Тейлз занимается 3-2-2 просто сейчас. Ну какой к черту 3-2-2, на него коэффициент 1-10 на кипбете, например. Я не знаю, как на других сайтах. Тут уж проще минимизировать риски запилив, но у тебя знают, что все равно ты проиграешь. Как-то у нас любят делать, ребята, как бы, да? В смысле ему сливать специально? Это Рейдору надо специально сливать. Просто Тейлз мертвый. Моя версия такая, потому что я не знаю. Я сколько... То есть получается, что Тейлз 3-2-2 играет всегда вообще. Всегда в Ти-игрыш. Я сколько ни смотрю Тейлз, он просто мертвый. Так, густится вар, форжает, триггер. У Тейлз и билды-то какие-то странные. У него как будто не из лотова билды. Я так играл, когда, ну, не понимал, что делать возле какие-то... Не, форжу я и сейчас могу отыграть, да, как бы ранее, допустим. Не, Рейнер неплохой игрок, как Тейлз меня выиграет наверняка. Ну, блин, вопрос в другом, что-то. Тейлз, сколько Тейлз играет, вот, и сейчас. Что у него получается из этого? Ответ ничего практически не получается. Так, еще, я дико извиняюсь, еще три адепт-довар. Сегодня не по режиму стал, это тяжеловато немножечко. Так, четыре адепт-довар вперед пошли. Что он забыл там, четырьмя этими адептами? Я не знаю, что именно хочет сделать, как стоялся. Кстати, время уже 18.04, можно, в принципе, и Гоуф войска постримить 20.00. Кстати, во сколько он 20 или 21, там надо посмотреть. Сейчас. 20. Третий, Нексту Тейлз прошел. Рейнер прибегает, лингов немало тут забегает. Он видит, что адепт, правда, 4 штуки плюс 3, и СН3 есть. Делается Бэллинг Нест, одним лингом третий ниг впалил. Он абсолютно назовется на 4.05. И, ПО, ПО, ПОМСЛИНСКИ. Ну что, везде 90-106 у нас по лимитам. Вторая атака. Блинк. Что-то странно. Вот Глефов не делает Тейлз. Резонирующих. Всегда играет Блинк почему-то. Блинк плюс 2 с третьим не ксумут. Можно поймать очень хороший тайминг из трех пас выхода сейчас и попытаться пробить Рейнера. До того, как у него какая-нибудь мутка там будет или еще что-то. У него шпиль на мэне пошел, вы видите, сейчас. Вот у него делаются Беллингом по катушке. Теоретически-то можно все это... Но вообще вот таким миксом нужно делать Блинк, делать выход, делать сразу ККДшечки в Твайлайте заказывать Глефы, как бы просто после Блинка. И делать выход его в базу, пытаться пушить. Либо же переходить, пытаться в четвертый Нексус, делать Архонов, там делать Шторм. Вот самый лучший вариант Шторм. И уже готовиться к самому лейту, отжирая свою часть карты и пытаться, ну, выйти в Старгейты, добавлять темпистов от всяких там брудов. Навряд ли здесь будут ультралы. Ну и два роба на всякий случай, потому что если ультралы попрут, то надо и Морталов много, естественно. Вред, разведчик. Все здесь доделывается у всех все протестерное время. Четвертый Нексус пошел. Да, Трилл решил сыграть макро. Здесь 6 муталисков пошло. Так, сколько муталисков? 6 есть, 3 заказа, но 6-то, мягко говоря, маловато, как это муталисков. Третья, черт, точнее, хата, если мутку собрался строить Рейнера, ему бы надо гас на четвертый раскачать. Ну нет, он не мутку собрался строить, это отвлекающая мутка фактически здесь. Основная армия у него вот, это Линги, Роучи, Реваджеры. Линги пытаются зайти куда? К четвертому Нексусу, да? Заходит Рейнер, но он видит, что Тейлз рядом вообще здесь находится. Муткой пытается подшатать. Фаржо отменить не получилось. Фаржо уже третий грейд, между прочим, на атаку. Так, Мазеркором надо бы оверчаж выставить. Ну так, хоть что-то Мазеркор сделал, два оверчажа выставил, мутку отогнал. Фатонки 3, есть два Феникса, но зачем здесь Феникса, если вообще Рейнер не играет как бы в воздух? Ну надо-то Тейлзу это понять и просто Феникса снимать сейчас. Хотя, с другой стороны, Феникс, если штуковый фильм в армии, просто у которого есть руки, имеется, это не минус ни в коем случае на такой стадии, потому что можно тех же Реваджеров поднять, я не знаю, еще что-нибудь можно поднять. Варпит, Тейлз, смотрите, Лейт и вот грейды. Где Глефа резонирующий, где грейды на Адептов? Рабочих 9 потерял, 73 есть. Куда тебе 80 травов-то, ё-моё. Уже с мейна он пора переводить. Смотрите, 16 на 4 минераленах добывают. Конечно, давно пора туда было перевести. И отсюда уже надо переводить, сейчас будет. Здесь он, здесь уже ничего не надо будет переводить, потому что сейчас ничего не останется. Тейлз не может рабочих взять и спадлинных чип, другой минерал перевести бы. А зачем это делать? 16 пробок потерял, теперь уже Тейлз, да, потерял многовато. И теперь уже можно и сюда перевести часть рабов, на самом деле. Линги Реваджеры, Темпсты пошли. Плюс 3 доделывается, практически 10-4 начинает добываться. Газа 1200. Можно сейчас архивы Темпларов пильнуть просто и наварпить из штурмовиков. Здания этого нет, у архонов этих Даркшрайна нет. То есть ни из дарков, ни из штурмовичков по архиву Темпларов не пильнуть. Привет, Пролекс. Точнее, архонов не пильнуть. Нет, скорее, можно сделать это. Но тут, конечно, лучше из штурмовиков, потому что газа с перебором, вы видите. У Рейнар тоже что-то бегает, не реализовывает. Занял пятую базу, вот, занимает ещё в центре шестую. Наконец, Тейлз сообразил, что нужны архивы Темпларов. Ну, поздно. Сейчас был бы шторм у Протса при таких грейдах. В принципе, у него три атаки, поля делаются. У него вообще всё нормально было бы. С другой стороны, он с филдами может и так отбиться попробовать. Но с филдами тяжело будет. Здесь просто, вот, реально, четыре пси-штормовика. Даже не то, что пси-штормовика, четыре нормальных шторма могли бы уже битву провернуть. А если больше, то их вообще всё замечательно было. Филды ставят, зачем-то уходит Тейлз сейчас назад. Ну, новые филды под филды, кстати, неплохие от Тейлза. Бэйлингов принимает, всё принимает. Но в это время катастрофа. На второй базе Линги сгрызли всё. Вот это в ЗВЗ такой стандартный момент. Вроде как ты подрался, выиграл сной замес, но... Ну, вот, пожалуйста, тебе сгрызли просто в хлам вообще вторую базу. И в итоге ни ресурсов ни хрена нет. Плюс здесь и технологий было немало. Линги на четвёртую забегает. Тейлз вообще не готов ни к чему здесь. Линги наломаются. Уничтожена база четвёртая. Моментально практически. Причём полностью. Тейлз пытается отбиться. То есть даже Тейлз по атаку особо не сходил. Часть лингов вообще на мейн наломилась. Здесь три потонки, два темписта. Но ладно, потонки против лингов хорошо сражаются. Но темписты нет. Темписты не могут собакам практически ничего сделать. Да, они тут два ваншотят, но у них крайне медленная скорость атаки. 2, 3, 6. 2, 2,5 секунды. Один раз они стреляют. За это время линги умудряются быстрее. Линги уходят. Куда они там уходят? На третью, пожалуйста, да? Ну, Тейлз пытается какой-то выход сделать нелепый. Ну, здесь 57 вэлингов у... Рейнера. 57 это дичь какая-то. Сейчас просто на Аклике будет раскатана земля, а каратор исправится с воздухом. Только не надо бегать за вперёд, Рейнер, блин. Так, линги идут вперёд. Филдов, конечно же, недостаточно. Вейны заходят. Просто раскатано всё. Естественно, Тейлз пишет GG. Рейнер против кого-то там ещё должен сейчас биться. Ну, у Джейши есть шанс ещё выйти, если он Рейнера и Тейлза варабреет. Ну, если нет, то всё. Ну, я думаю, это поинтереснее будет. Рейнер Джейши. Тейлз Джейши не знаю PvP, но PvP, наверное, умеет Джейши играть. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok А, на Азию идём. Тейлз Джейши точно. Я что-то затупил. Тейлз Джейши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, пока подчеркают. Мне что-то чаёк напрашивают. Сейчас я на минуточку отойду вернуть, ребят. Ждём начала. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, привет, Серый Волк. Привет всем, кто недавно пришёл. Ждём Тейлза против Джейши. Вроде как бы все здесь. Жду инвайта. У нас 2 по 3 ещё сегодня осталось. Офигеть, с каких... В 16.00 СГЭЛ начался. А, ну, хотя он идёт, в принципе, 2 часа 20 минут. Не так уж и долго идёт. Ну, ещё пойдёт до 19.00, это точно. Может, даже дольше. Как-то так. Ну, а дальше я посмотрю состав Гоуфу СК. Я приму решение, стремить ли я его вечером, этот Гоуфу СК. Ну, вот. Сегодняшний, кстати. Давайте-ка я зайду, посмотрю, кто там вообще сегодня зарядился. Есть вообще кто-нибудь наш, может быть. Сейчас вернусь к вам. 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 П разогласитесь. Сейчас вернусь к вам. Я вам хочу. Так, всё, я здесь, ребят. Tails' Зайшит, первая игра. Доел последнюю третью трубочку. Свою вкусненькую. Сегодня вообще ничего не ел. Кашу, 4 слака и всё, трубочки. А, ещё два пирожка в руку. С капустой в магазе взял. Короче, я нормальной еды не ел просто. Не о-ря-док. Поехали. Адептика вперёд! Здесь тоже адептики вперёд идут, вообщем, вдвоём адепты вышли. Ну, у Джейши два адепта. Один из них, правда, 20 хп у него, у этого адепта. Кривейшим образом, Джейши сюда пьёт. Вообще бред какой-то Джейши делает, ребят. Вместо того, чтобы выставить уверчаж, который с удара бы убил адепта, Тейлз решил, что надо грамотно мазеркором, чёрт побери, это всё. Законтрить. В итоге две пробки потерял. У Джейши и Эксус Робо наверху почти доделся блинк. Заказал Тейлз Робо гейт. То есть хотел сначала 3 гейта и морфу пуш делать. Он 2 гейта передумал, просто 4 гейта пуш с блинком. Действительно, если 5-5 вайлайта блинк, нахрен все и морфу. Ну, какой к чёрту блинк, он 2-2 минуты делается. То есть тут до блинка надо пуш начинать. Но с другой стороны, если до блинка пробить пилон, а потом с блинком продолжить пушить, то почему бы и нет, или уверчажей повыманивать, да, там. Так, нет, никаких лузеров здесь нету по системе данного турнира. Просто каждый с каждым играет. Котлет с макаронами. Или с пюрешкой? Можно, можно. Я только за. Выходит, Джейси. Короче, то, о чём я говорил, собственно, и происходит. Какой к чёрту блинк? Тейлз проигрывает игру вообще до блинка появления. Да пилон убейте, да, бьёма. Пилон убивает. Чудо-игрок просто какой-то этот Тейлз. Чудо-перьех, блин. 1-0-3-ши. На кибетике, помните, ставочки, если что, есть. Ну и ждём следующую игру. Так, мамин, дверь открыть. Сейчас, секунду. Скорбот модом. Насчёт карбот мода не знаю, если честно. Но если я GoFoSK сейчас захочу постремить, то тогда может быть и карбот мод сейчас перед ним постремлю. Так-то на GoFoSK 28 человек. В принципе, можно и постремить. И лайф там. И лайф решил просто, наверное, себе квоту на финала месяца получить сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Всё, GSHE Тейлз. Следующая игра, вторая. Начинается. GSHE 1.0, соответственно, ведёт достаточно уверенно. Он выиграл, а поимчик можно пока глянуть. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Здесь то же самое. Дейлз не понимает вообще, что делает. Он бустит Mother Core. Снимает буст, бустит варп. Сначала что-то там вообще другой гейт хотел бустить. Вообще определиться не может, что ему делать, что ли. Проверяет прокси здесь Джейшлилл. Джейшлилл, Джейшлилл, пока что. Пробки строятся будут. Никсус строят. Да, Никсус. Или нет. Нет, сталкеры всё-таки. Сталкеры у Тейллс. Он Джейшлилл тоже сталкер после адептов. Так, адепты вперёд идут. Здесь поля начинают регениться. Может вперёд зайти Джейшлилл сейчас будет. Ну, три пилона. Нет, здесь адепты навряд ли что-либо сделают. Здесь тоже встречаются. Вертяж пробками надо окружать. Конечно. Всё, два адепта окружил пробками и всё. Но две пробки на два адепта на этой стадии хороший размер. Для Джейшли. Здесь никто никуда не врывается. Ну, здесь тоже, в общем-то, Джейшли не лучше. На две пробки разменяется. Но в итоге на две в плюсе он оказывается. То есть, потери абсолютно одинаковые. Но Джейшли при этом в плюсе по билду. По своему небольшому оказывается. Это хорошо для него. Фаржа, Роба. Исус. Майник уже какой-то пошёл. Здесь ни Фаржи, ни Твайлайт, ни Роба. Но два Стергита. Два Стергита отреялся. Очень похоже. Ну, я бы мог бы сказать, что это золотая армада, если бы это был кто-нибудь другой. Но я боюсь, что Тейлз вообще не сможет её реализовать. То есть, надо робота оставить было. Надо занимать остров и выходить в неё. На этой карте очень хорошо через остров строится армада. Так, пришёл Тейлз. Клюнул тут Сталкера неплохо. Я вернул в Тейлз. Там у неё это Фениксы какие-то странные вообще. Что именно с Фениксами хочет Тейлз сделать, я здесь не очень понимаю, если честно. На вот этой карте. Гораздо лучше здесь, конечно, играть в армаду с островом. Здесь сейчас Блинк сделает, просто Джейши выйдет, убьёт и всё. Варки постоянно дадут. Варки постоянно дадут. прилетают, они сделать ничего не могут, а здесь уже блинг почти готов, что самое интересное, и третий некту ставится. Прошу прощения. Ну все, блинг готов, надо с блингом теперь плавить и спытаться фениксов. Одного поймал в итоге Джейши. Сместился под третий нектус, кто-то хитро на него пытается залететь. Ну если Джейши еще был внимателен, нормально подблинглос, нормально контролил, то этот феникс точно бы не улетел тоже. В принципе парабам ровно практически сейчас, но у Джейши плюс два, здесь только плюс один. так, добавляется аж вот пять гиитов здесь от Тейлса. так, семь гиитов на мейне. Так, оверчайз, Джейши. Джейши отгоняет Тейлс. 105-125, ребят, по лимиту. Димсан 93 пишет, на твиче видимо кто-то с Team Liquid пришел. Не выигрывал ли Тейлс Супер и Блая несколько недель назад? Возможно это было, но я не уверен исчез. Если кто там есть, поищите и ответьте человеку. Мне кажется, что навряд ли ты кого-нибудь выиграл, хотя могло и такое быть в принципе. Спасибо, Ред Легиончик. Третья атака, Архончики добавляются. Там тоже блинк заказан. Что здесь у нас помимо блинка будет? Здесь уже есть и блинк, и а Глеб резонирующий, пошел четвертый нектус уже. Дестабилизаторов никто не строит. Плюс еще Архон сейчас будет, видимо. Тихо, есть Тейлс, у них тоже денис пытается вывести. Два адепта минуснулись, два телепортируются под Архоном, прям ошибка, конечно. На ровном месте отдал Джей Иши четыре адепта. И Феникса на халяву, сейчас не с карабочку бьет. 超 Makня. Взять! О СОТ, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взять! 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 Так, два Псиштурмовичка плюс, плюс еще адептики варкаться. Сливается Архонщик очередной, Джесси собирается, так понимаю, прессануть Тейлс. На тайминге плюс три можно это будет сделать. Привет, Симак. Я не знаю, что такое СК-2. СТ-2 тащим меня. Есть Старкрафт-2. Но в турнирах я не участвую уже давным-давно. Но иногда играю сам Лазер просто. Для интереса. Заходит Джейши, врывается вперед. Адептами не стал телепортироваться. Но его все равно больше намного. Зайди ты на вторую уже. Нафиг он ломится-то туда, не понимая. Зашел бы на вторую давным-давно. Сегодня Гварден врублен. Так, адепт куда там... А вот часть адепт на вторую. Телепорхун, эйдер. Неплохо там же Ишит стал. Тейлс пытается отбиться. Ну нет, ничего. Отобьется, это факт. Адепт и варпы сразу в сторону. Ну, кстати, Джейши тут мешок такой поймал. Попал сейчас. Сверху адепты и два Эммортала вновь вышедших. Снизу армия его основная заходит. Но лимита маловато, ребята. И сейчас еще до варп Джейши сзади придет. И будет неплохо разваливать. Сталкеры убивают Никсус. Адептики врываются. В общем-то, минус Тейлс, ребят, Джейши. Побеждает 2-0. На Америку идем сейчас. В общем-то, Джейши будет биться, я так понимаю, с... Рейнером. Ну, уже Блай не займет первое место, если Рейнер выиграет Джейши. Да, как бы. Ну, займет второй тогда. Только если Рейнер проиграет. Так, опять я сюда пришел. Не туда. Рейнер проиграет. Ну, что, должен быть Джейши. Сейчас Рейнером должен играть, по идее. Я не знаю, ну, это должно быть... Да, вот все на Америку идут. Все правильно. Рейнер. 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 и так будет а кто я не знаю привет гидравлик сейчас я высморкаюсь ребят вернуть к вам и вот и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ну что, Blue – это, как вы понимаете, GSH, Reynor – это Reynor, поехали, короче говоря. Начинается движуха. Субтитры делал DimaTorzok Первая займет туну пациента, ну да, отыграл преданик Слеотар, за полт отыгрался, а полт уходит в армию, вот почему полт так сыграл. Ну кто знал. Жаль, на Ниба 500 не напилил. Ну да, на Ниба вообще можно. Я думаю, сейчас на него будут коэффициенты такие вообще в ближайшем будущем. Он что-то всех шатает вообще. Про GSH карту не знаю, заберет ли он у Reynor. Вероятность есть этого, конечно. Я думаю, маленькая очень эта вероятность. Мне кажется, Reynor 2-0 почему-то здесь. Потому что сервер, во-первых, американский. Вот. Михаэль 13, 40, 96. В конце месяца финала года чего было. Я чё-то не понял. У ЦС поинтс какие-то в ближайшем. Я чё-то у ЦС какой-то интересный турик будет. Ну да, тут все на УЦС ещё отбираются. Адептик вперёд у нас попёрся сейчас. Ну что, пытаются с GSH зайти Reynor подбрить дрону, но одного подбрил, кстати. Третьего не подбрил, лучше телепортнулся. Блю... Нет, это не Блай. Reynor это... Reynor это этот... Итальянец. И да, он очень молодой игрок. Двигается ринге вперёд. Италья открываются. В общем, на адептик почему бы не кликнуть было. Вот они, адептики. Сейчас... Кстати, глефы будут готовы через несколько секунд, и адепты вперёд идут. Итальянец. 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 выиграть надо. Я говорю, что карт не возьмёт. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. У Рейнера 4 хата есть. Но я как бы его абсолютным фаворитом здесь считаю. Так, здесь что-то. Призму Рейнера отогнал. Она криво как-то летает. Здесь вообще непонятно, что хотел здесь делать. Джейшили. Рабочих 69.65 в пользу процесса. Больше рабочих. Вообще удивительный момент. И 10 ревозеров, я вижу, запилено. То есть это ревозера линги пуш будет сейчас. Ревозеры пошли. Линги через центр. Да, так оно и есть. Часть через центр. Часть через верх. Сейчас призмы спалят, судя по всему, Джейши. Да, палят ревозеров сейчас прекрасно. Ё-моё, что ты делаешь, Рейнер, чик? Отдал два сейчас реводжера. Бейлинги со всех сторон морфятся. Просто 150 лимита на 138 в пользу Рейнера. Здесь призмы с четырьмя адептами на мейн летит. Не только на мейн, а на третью базу. Линги туда-сюда забегают. Надо адепт скорее отбивать и идти вперед вообще. Что-то Рейнер ждет непонятное. Так, вот сейчас линги будут выбиты. Бейлингов морфятся. Заходи, что-то Рейнер, ё-моё, что ж ты творишь-то? Медленно так заходит. Сейчас Блай с Рейнером играет, или ты что-то не поймешь. Ты что-то не поймешь, что же Блай с Рейнером давным-давно уже сыграли. Так, заходят бейлинги. Со всех сторон окружает Рейнер своего оппонента. Великолепный налом, минус все у Брокса. Три зилка и Мазерквор не способны. Как ни крути. На хрена, мы пытаемся варп вместо вертажа и выставим. Рейнген все новое-новое ДТК. Здесь талкеры еще варпятся. Где фаербулы? Рейнер что-то забыл про то, что фаербулы можно кидать. Давайте сейчас отдадимся. Здесь Протсу просто отбился. Четвертый Нексус есть, и у него все нормально сразу станет. Не понимаю, что Рейнер творит вообще. Взял и впустил Протсу. Очень странный момент. Здесь же Флитбикон пошел. Ну что, Призму Рейнер минус нул. Полиомет, в принципе, в плюсе. Второй Куга делается. Здесь вторая атака у Джейши. Флитбикон уже. Странно, что Рейнер не добил. Ну, армия здесь стояла у Протса. Вот он здесь находился. Ломонисты на вторую базу продавили. Здесь вообще Нексус рядом. Робо отключил бы там. Вообще бы неплохо могло бы получиться. Забегание на 12 часов заходит сейчас. Крупки падают. Один из штук уже минус. Падают делки. Ну, одновременно здесь выход Рейнера пошел. Смотрите. Ну, что ты делаешь, что я ему? Лингами наломился. Остальными всеми отшел. Ну, Бейнов. Морфит Рейнер. Можно больше. Развел на четвертый Нексус оппонента. Отменил сейчас. Просто не может же ИШИ сплетануть. Ему нечего сплетить. Поспешил называется. Называется с темпистами поспешил. Вот если бы это все ресурсы эти Протса были бы вложены в выход бы в обычные войска наземные, я думаю, все бы у него нормально было. Нафига ему сейчас темписты нужны, когда у Зерга вообще ничего и нету, с чем они должны биться. Надеюсь, Рейнер наразводил просто лингами. Ужасно 26 рабочих минут. Пытается пилу на подбрызть линги. Со всех сторон пытается шатать. Ну, вроде как отбился везде от же ИШИ, но турку от этого я особого не вижу. Шпиль делается у Рейнера. И нужно, я не знаю, нужно дожимать как-то. Просто невероятный какой-то лимит. Грейды делать перестал. Здесь можно и мутку, и в караптеру свичнуться добавить к этой земле, кстати говоря. Количество некоторое. Ну что, уже ИШИ в центр идет. В общем, ИШИ в центр уже к Зергу идет. Фаербулы пошли жесткие просто по адептам. Бэринги зашли замечательно просто. Темпеста фаербулами. Рейнер минусует. ГГ, пищи, Джи, ИШИ. 1-0, ребята. 1-0. 1-0. Продолжение следует... 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 Пробивается... Продолжение следует... 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 Ну что, ребят, Эдгэгэбла из второго места выходит, ну давайте посмотрим сейчас сетку, я вам покажу, в общем, ее. Да, кстати, помню, что поддерживать надо меня, мой канал, отключать отблоки, подписываться на премиум, поддерживать по реквизитовому пену и через плеер материальный, естественно. Вышел, в общем-то, Рейнер с первого места со счетом 6-1, Блай со второго со счетом 5-2, соответственно, Блай попадется либо на Крейтера, либо на Траста, считаю это более вариантом грамотным, почему? Потому что Рейнер попадется либо на Супера, либо на Пейшнса. Я считаю, того и того сильнее, как бы, да, в принципе, чем эти. Хотя, с другой стороны, Траст что-то всех развалил вообще в кал, включая Пейшнса, то есть тоже оппоненты сильные очень даже, ну, по крайней мере, сервер не корейский и будет, не будет задержки, а давай. Я делаю топ-стар, сейчас нужно решить, что к чему. Так, сейчас я поставлю задержку, уберу. Продолжение следует... Продолжение следует...